Когда мне хорошо, когда у меня есть друзья, один из них мне помогает снимать. То есть обыкновенно я беру штатив, да? Сегодня у меня есть очень хороший человек. И почему мы сюда приехали в магазин электросилы? Нас интересует вопрос простой. Нам же нужны новинки, так эти новинки мы вам сегодня здесь и продемонстрируем. И чтобы вы никуда больше не ездили, потому что электросила это ваше удовольствие, помноженное на совершенно недорогую силу. Вот так необходимо дружить с теми, кто занимается телевидением. С программой дом-милый дом, ну и автостоп, естественно. Вы понимаете, все течет и меняется, тем более электричество. Потому что это тоже двигатель прогресса. И если раньше в магазинах были только дюралюминий и лампы накаливания, то сегодня все по-другому. Про новинки будем разговаривать. То бишь, сверху вниз, и здесь, и сверху. Вот. Если где-то вы что-то можете найти подобное, я еще посмотрю на вас, господа. Что я для себя нашел недавно. Замечательные силовые гибкие кабели. Причем есть, конечно, и провод алюминиевый, который я вам уже показывал, как собирается. Но меня интересует другая штука. То есть стандартный дом и кабель должен быть в резиновой оплетке. То есть если это резиновая оплетка, причем очень хорошая, грамотная, то по сути событий, когда мы ставим его на обыкновенный крепеж к дереву, оно никогда не высохнет. В отличие от других проводов. То есть вот вам мой вариант, как бы я построил свой дом в селе. Мне нравится, потому что цены примерно хорошие, качество очень высокое, и обслуживание очень приятное. Женщины, все нормально по ценам. Товара много, наличия много, всего много. И новинки тоже. Новинок много очень. Мы об этом и говорим, что есть новинки. Да, обновляются, и новинок много. Всего хорошего. И близко от дома. Вот то, что доктор прописал. 250 раз, я вам говорю. Просто смотрю на эти дивные телевизионные ролики, где там всякую ерунду их стирают. Вот у вас там мегапрожектор 5-10. Я говорю, давайте посмотрим, сколько этот мегапрожектор здесь стоит, прежде чем вы за него заплатите 900 рублей. Ну давайте просто зайдем в электросилу, да, и определимся, что даже самые мегапрожекторы, которые вы там 900 рублей, здесь они максимально стоят 275 рублей. Ну ребята, ну это же, зачем им это нужно? Все то же самое. Кроме всего прочего, есть светильники разные. Любые, естественно. Цена в разы дешевле. Вы о чем думаете, господа? Я еще раз говорю, проще работать со мной на телевидении, чем втирать вот эти дивные телевизионные структуры, которые стоят космических денег. Скажите, пожалуйста, вы вот зачем пришли? Патрон. Патрон, в принципе, он недорогой, да? Да. То есть, зачем куда-то ехать, правильно, да? Да, по пути заехал. И вообще никаких проблем нету? Нет. Это космос какой-то. Это просто космос какой-то. Потому что здесь всего очень много. Нового. Нового здесь человек не сидит. В смысле, она реально смотрит. Что-то новое появилось, новое делается. Я же вам показывал как-то, да, вот эти вещи? Вот посмотрите внимательно, да? Вот это было стандартно у нас. Ну, стандартно. Вот я себе сделал белый. Хотя коридор я сделал себе из ДВП-панелей, да, из ламината, да? То есть, ну, вот сейчас бы красиво, да? Ну, это уже стандартно. А вот теперь вот так бы. Вы представляете, да? Я бы знал, где это находится. А никто бы другой бы и не знал бы. Все, разнообразного цвета. Ну, красотища-то. Красотища. Это не только. Здесь много таких вещей есть. Вот такие. Клевенькие вещи, да? С другой стороны, это то, что распакуется и то, что будет новое. Хорошая, реально хорошая тема. Магазин «Электросила». По сути, если говорить о новинках, то, естественно, их много. И это не часть нашей передачи. Но давайте определимся с главным. Кто из нас держит паяльник каждый день, а кто знает, как им работать? Во-первых, человек 200 на весь город, которые умеют паять и делают это грамотно. А остальных 2000. Дальше то ни-ни. А дальше все. И это представлено в «Электросиле». 300 часов работы. 75 ватт. 75 ватт – это светодиодное освещение. То есть стандартная световая штука от этой 75 ватт. Это получается… Давайте пересчитаем. То есть у меня 15 ватт – это примерно как 150 стандартных ампер-часов. В смысле, ну, понимаете, да? Если бы это была не светодиодная лампа, то представляете, да, сколько бы я электричество спалил. В данном случае я предполагаю, что вот такая штука – это минимум 2000… То, что раньше было – 2000 ваттов. А тут 75 ватт. Цена нормальная? Я считаю, что очень хорошая и грамотная цена. Так вот, потихонечку в другое место. Перемещаемся на Комсомольскую 17. То есть, господа, цены точно такие же. Такие же недорогие. К слову, к слову о том, что здесь всех садоводов приглашают. Поверьте мне, лучше и дешевле, я вам честно скажу, сделать свой изумительный сад. Ну, пункт номер один. Вы будете жить в отдалении от ваших соседей. Там места хватает. Пункт номер два. Если у вас все нормально с головой, вы себе купите тот сад, которым проехать можно и зимой, и летом. Пункт номер три. Если вы используете здешнее освещение, ну, то есть, все, поставите ледовское, поменяете все провода, уберете то, что у вас не есть хорошо, а кое в чем утеплитесь, то почему не жить-то? Представляете? Живите в своем нормальном собственном саду. У вас будет все-все-все в порядке. Клево? Еще как клево. Ну, и, естественно, где все это дело вы будете брать? Я бы вам посоветовал тоже сюда приехать. Магазин электросила. Но на Комсомольске 17. По одной простой причине. Здесь цены дешевле, чем где-либо. Уж простыми, господа. В смысле, поверьте мне. Я все-таки сторонник своего любимого в сатирикона Михаила Задорнова. К сожалению, он уже умер, но, тем не менее, сатиры – это то, что доктор прописал в отношении России. Так вот, оптимальный вариант – небольшой качественный домик. Все свое. Все свое. И музыка. И она тоже ваша. И в этом мой смысл. Я работаю для вас. И вместе мы понимаем главную суть. Мы не хотим переплачивать. Нам нужны правильные цены. Да и в некотором смысле мне бы хотелось вернуться в Америку. Когда все надо продать. Быстро-быстро. Да, вот. Вот как-то так, да? Ну, люди приходят. Люди, которые занимаются автомобилями. Приходят за голову. Почему нет? Мы все-таки вернемся на круги. Своя светодиодная тема. Максимально эффективная светодиодная тема. Все, что нужно. Вот здесь, 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 здесь. Нормальная тема? Весьма нормальная тема. К слову о том, что можно еще и ваш приусадебный участок так осветить, что все еще подумают, как это вообще возможно. Покупаем не задорого. Любые светильники от 255 рублей. Ну, кто ж себя-то не похвалит? Да, буду я и себя хвалить. Господа мои, друзья мои, приятели. Вот мне лучше приятелей и друзья. Их, по сути, немного-то и бывает. Вот для них я делаю все. И, по сути, событий. Это еще надо сильно-сильно-сильно-сильно очень сильно постараться, чтобы залезть в мои друзья, естественно. Потому что я вам демонстрирую факт. Мне уже не нужны никто, кто продает игрушки. Не нужны вы мне вообще. Мне не нужны никто, кто занимается продажей автомобильных запчастей. Да потому что не получится у вас. Поверьте мне, с телевидением лучше не спорить. Не, вы, конечно, можете попытаться. Используя всякие там баннерную рекламу. Да нет, не поверьте, и не получится. Бред это все. Кроме всего прочего, я уже не езжу нигде и никуда в тех местах, где продается электричество. Потому что вот электросилы этого достаточно. Этого реально достаточно. Еще немножко. Еще немного и чуть-чуть. И вот тогда, ребятки, все вернется на круги своя. Да, к сожалению, тех денег 2007 года почему-то не может случиться. Но, хотя, почему не может случиться? Вы же хотите, чтобы у вас было круто? Тогда обращайтесь ко мне. Возможно. Возможно. Ну, почему нет? Мы сделаем так, чтобы к вам народ пошел. Но только цена будет. И это уже будет абсолютно невзъемозачетная структура. Извините, господа мои. Мимо этой кассы вы пролетели. А раз мы говорим про эту кассу, то вот она, замечательная касса. Такой кассы нету нигде железобетонной. Вот очень много счетчиков. Различные счетчики. Стеновые крепления, внутренние крепления. Все подряд. Огромное количество выключателей. Разных, разных. Всевозможные счетчики, которые вам показывают, что вы что-то намотали, тоже здесь есть. Что еще вам необходимо? Ребят, даже просто ради прикола. Ну, раз вы где-то крутые, там, в пятых десятках у вас что-то где-то. Просто сюда зайдите, просто зайдите. Либо Комсомольская 17, либо на вокзальную туда проедите. Обратите внимание, посмотрите цены. И если вы мне потом скажете, что вы где-то смогли найти еще что-то подешевле, я не думаю, что это получится. Не думаю. Да, такая штука не у каждого. И определимся, сколько люди втирают. От 100 до 500 процентов. Так вешают. То есть 500 процентов это понторезы, а меньше ритейлер-центры. И вы должны понять, что с небольшой наценкой они продают товары, мягко говоря, залежавшиеся. Но дешевле, чем малость, и себе от 20 процентов никто и не продает. А потом уже все на выброс. Умно? А то. Но здесь реальная норма. Практически, как и в ненаглядном Китае. А вы-то думали, что мои новинки это только про игрушки? Нет, господа мои. Новинки это в том числе те вещи, которые необходимо использовать в вашем быту. Почему нет? То есть, ну, вы же видели, что то, что я в свое время делал, сейчас было бы немножко по-другому. Потому что все становится лучше, вкуснее и эффективнее. Ясно? То, что я вам показал, до того, понятное дело, да? Вам уже не нужно ставить лампочки сверхбольшие, которые едят очень много электричества. Нет. 75 или 100 ледовских, замечательных ледовских ватов. Это то, что доктор прописал. Ну и все остальное. То есть, магазин электросила не стоит на месте. Всегда ищет что-то новое. И эти новые вещи вам демонстрируют. Продолжение следует... Продолжение следует...